Американский доллар продолжает восходящий тренд. Со стороны это смотрится как кликование господствующей мировой валюты, которая возвращается к своему привычному состоянию. На фоне вышедшего показателя по продажам на вторичном рынке жилья, который оказался выше прогнозируемого уровня, американец оказывает давление на своих основных конкурентов. Сегодня индекс американского доллара торгуется на уровне 97.59. Валютные стратегии предполагают дальнейший подъем господствующей мировой валюты в ожидании выхода статданных, способных повлиять на дальнейшую судьбу доллара США. Однако стоит отметить, что вчера американец проигнорировал другой показатель, который оказался весьма слабым. Так, американская валюта выросла, невзирая на постепенно слабеющий индекс потребительского доверия. Опережающий индикатор, предсказывающий траты потребителей, упал в феврале до 92,2 пунктов с 97,8 пунктов в январе. Стоит отметить, что эти траты являются частью экономической активности. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 97 пунктов. Однако инвесторы решили обратить внимание на другой показатель, согласно докладу, опубликованному Национальной ассоциацией розничной торговли. Продажи жилья на вторичном рынке в США продемонстрировали рост в январе, тем самым повысив оптимизм относительно состояния жилищного рынка. Согласно данным, перепродажи жилья в январе выросли на 0,4% с учетом сезонных колебаний до уровня 5,470,000 единиц. В декабре данные были пересмотрены до 5,450,000. Прогноз экспертов говорил о снижении показателя на 2,9% до 5,350,000 единиц. Данные по вторичному рынку жилья помогают оценить здоровье жилищного рынка США и принято считать их одними из главных показателей состояния экономики страны. Тем самым это придало уверенности инвесторам, после чего доллар США постепенно растет, оказывая влияние на корзину мировых валют. По мнению валютных стратегов, доллар может вырасти еще больше, в случае, если сегодняшние данные окажутся уверенными.